Это подкаст «Болейте за своих». Меня зовут Михаил Поленов. Всем привет из географического центра России, город Зеленогорск, в 160 километрах от Красноярска. Но сегодня речь пойдет не о тещаных блинах. Сегодня о трансферах в российской премьер-лиге. Зелуиш снова возвращается в Москву, но не в Спартак. Далер Кузяев словно бумеранг облетел всю Европу и вернулся в Зенит. Поговорим о том, с чем и почему. Ну а Спартак берет в аренду Виктора Мозеса. И к чему все это приведет, что все это значит. Ну и, конечно, о сборной Грузии, которой остается сделать один шаг до исторического попадания на чемпионат Европы. Это подкаст «Болейте за своих». Мы начинаем. Поехали. Дмитрий Шлякин и Львин Керимов присоединяются к подкасту «Болейте за своих». Дорогие друзья, привет. Давайте с вами обсудим то, что не могло влезть в предыдущий подкаст, просто потому что трансферное окно немножко там своеобразно работало. Трансферы, которые состоялись в конце этого трансферного окна, это такие три билборда практически. Очень разные, но громкие по-своему. Что для вас является главным трансферным событием вот этого конца трансферного окна? Дим, давай с тебя начнем. Хороший вопрос. Для меня, наверное, за Луиш. Для меня за Луиш, потому что это очень сильная покупка. Это самое, скажем так, оправданное с точки зрения риска, потому что риски, как мне кажется, минимальные. Это игрок, зарекомендовавший себя на уровне российской премьер-лиги. Мы прекрасно знаем, что он умеет, как он это умеет. Это отличное приобретение перед Лигой чемпионов. Это покупка уровня Лиги чемпионов и как раз, как мне кажется, в ту позицию, в ту амплуа, которая нуждалась в укреплении. Причем это точечная покупка еще и в плане качества футболиста, потому что за Луиш – это Смолов и Эдер вместе. То есть у него есть, ну не скажу, что та техника, что у Смолова, но потенциальная результативность, как у Смолова. Все-таки мы знаем, что Эдер незабывной нападающий ряд. Но в то же время он умеет также работать, как Эдер, спиной к воротам. Он такой же, а может быть даже более атлетичный. Он быстрее Эдера, он быстрее Смолова, он выносливее Смолова. Мне кажется, он сильнее, что одного, что другого. И это классная покупка. И я не думаю, что это такая пост-ярмарочная покупка, что он с ярмарки уезжает. Вот в Россию благополучную, где его любят, где его хорошо прикормили, он отправляется за заработку. Мне кажется, он приезжает, возвращается играть. Эл, а как тебе приход бывшего игрока Спартака в локомотив? Насколько это может иметь такие, ну как бы не то чтобы последствия, а такой антураж как бы немножко скандальности? И насколько, по-твоему, это будет мешать или помогать в жилую шутку? Ну я не думаю, что это будет мешать. Я вообще обрадовался, узнав об этом. И, в принципе, я рад, что наконец-то практически получили свободу и Зелуиш, и Абубакар, очень сильные нападающие, которые в конце Сауфорту мало играли. То есть Зелуиш начинал основным нападающим и забивал много, а потом сел на скамейку. Абубакар вообще не играл. К счастью, он тоже уехал, сейчас в Бешикташи будет играть. Два очень сильных нападающих. Что касается Зелуиша, скандальность, не скандальность. Я думаю, что это возможно где-то будет мешать на первых парах, но потом, я думаю, все будет нормально. Как обычно, игра позволяет забыться о прошлом. Если он будет забивать, если все будет хорошо, и я думаю, что и разговоры утихнут. Что касается, в принципе, нужности его для Локомотива, безусловно, Локомотиву нужен был игрок штрафной, нужен был игрок резкий, мощный, который здорово играет головой, подстраивается под любые мячи, игрок касания. Он действительно резче Эдера. Он, я думаю, что будет больше вовлечен в игру, чем Эдер. Он быстрее. И я думаю, что, да, не Манджукич. Манджукич все-таки совсем другой нападающий. Он был полезен в разных планах, только в центре форуа. Он мог на фланге сыграть, как он это делал. Но в любом случае, очень хороший приобретение действительно под любым чемпионам, нападающего, который соскучился по игре. То есть он в Португалии, ему как раз времени игрового не хватало. Но для меня все-таки главный трансфер – это Мозес. Так что любопытно. Мне кажется, что Мозес и универсализм он с вами подкупает. То есть он при схеме Спартака с тремя центральными защитниками может закрывать всю правую бровку, как он это делал когда-то в Челси. У него там Мозес и Алонс сыграли на флангах при схеме с тремя центральными. Как он и в Интере делал в минувшем. В Интере тоже, да. В Интере Конте тоже. Просто там, в общем, основным игроком не являлся. Я вот вспоминаю его период выступления за ФНР Бахче. Он, вот как только появился в первых матчах, он очень выделялся своей скоростью. Он на скорости мог обыгрывать пачками. И тогда чувствовался эффект перехода игрока из Премьер-лиги английской. Вот только перешел, там скорости другие. И здесь он эту разницу делает. Но произошли серьезнейшие проблемы со здоровьем. 15 матчей в Турции. Мозес из-за травмы бедра пропустил. За разрывы мышц бедра. И, ну, в общем, и все. И все впечатление смазалось. И в итоге он не заиграл. Травмы мешали. В Интере он еще пропустил несколько матчей из-за этой же травмы. Разрывы мышц бедра. Вот у меня вопрос, насколько он уязвим в плане здоровья. Насколько он может играть на дистанции без травм. Дим, я знаю, ты сейчас подхватишь. Мне знаешь, что хочется спросить? Вот сразу в догонку. Вот с учетом этой травмы. С учетом того, что Мозес, Челси и Мозес, которые сейчас приходят, это немножко разные игроки. Он едет к нам за баблом или перезапустить карьеру? Все едут к нам за баблом и перезапускать карьеру. Одно другого не исключает. И я думаю, что в случае с Мозесом, в принципе, он еще... Ну, у него нормальный возраст. Он может быть полезен минимум в два года, я думаю. Опять же, если здоровье в порядке будет. И плюс, например, в Фенере он не играл по всему флангу. Он играл по схеме 4-3-3, 4-2-3-1, правого вингера или левого вингера. Так что это действительно очень универсальный игрок, который, в общем, и в атаке может быть полезен, и объем может давать, закрывать весь фланг. Тут, Миш, важный еще момент. Одно дело, когда приезжают... Ну, вот не Манджикич, я даже не знаю, с кем сравнить. Ну, короче говоря, атакующий, полноценно атакующий игрок переезжает в Россию. Вот там можно переживать насчет того, что он будет на чистых мячах. Так называемых, да? То есть он приедет за зарплату, и все едут за зарплату. Ильвин прав. Тут как бы особой проблемы я не вижу. Это нормально, да? Каждый ищет там, где комфортно, там, где бэшплак и так далее. Но в футбол тоже хотят играть. И вот если это нападающий, который там приедет на чистых мячах и решит там на классе после АПЛ или серии А в российской премьер-лиге решать, это одно. Здесь есть риски. А вот когда все-таки игру к бровке, который привык пахать, а, в принципе, Мозес такой парень с объемами. Я думаю, здесь меньше каких-то этих самых рисков и проблем может возникнуть. Я думаю, он будет работать. Другое дело, что ему надо еще адаптироваться, потому что на него рассчитывать как на игрока стартового состава. А в Интере он очень мало играл, 90 минут. Он чаще выходил на замену. Во вторых таймах усилять, ускорять. И элементами он напоминал того самого Мозеса. Были и голевые передачи в сложных матчах. Он вот именно своей агрессией, резкостью. И вообще здорово, ну, во-первых, говорят, что правильно сравнивают футбол Тедеско и Конта. Очень много он перенял. Вот он от Конта и взял как раз игрока, который в первую очередь хорош в атаке. Спартак все-таки все равно будет с большинством команд в российской премьер-лиге преимуществом владеть, впереди играть, и Мозес, как бывший игрок фланга атаки, в первую очередь, да, тут как раз пригодится. И вдогоночку насчет травмы, о которых Ильвин говорил, вот это еще один риск, связанный с Зелуишем. Вот там по Зелуишу, если закрыть тему. Зелуиш, как мы помним, я не знаю, как в Португалии, я вам подскажу, было ли такое, но в российской премьер-лиге мы помним прекрасно, у него было очень много мышечных травм. Все-таки такая у него мускулатура, увесистая. Он сам по себе такой, увешанный мышцами нападающий. Или, может быть, какие-то другие были причины, но то, что именно мышечные травмы у него часто случались, это факт, и, возможно, это как-то помешает локомотиве. Ну, я думаю, что там причина была в том, что Концесао делал ставку на Марага, делал ставку на других нападающих. То есть, в целом, он много матчей провел, просто на скамейке не выходя. А по поводу Манджукича, если говорить о несостоявшемся трансфере этого лета, которого, может быть, многие ждали, забавная история. Говорят, что с локомотивом он не договорился в последний момент из-за курса евро, потому что локомотив хотел фиксированный курс, фиксированный его подписать, а он был против его агента. Тут вчера новость на фанатике появилась, почему сорвался трансфер Манджукича в Бешикташ. Это забавная история. Он тоже был близок к тому, чтобы перейти в Бешикташ. И в последний момент условием его агента, условием Манджукича, был бонус за подписание 3 миллиона евро, они просили. А клуб предлагал ему 2,5 миллиона евро зарплату на 2 года, гарантированно, плюс еще там бонусы. И они хотели еще 3 миллиона бонусов за подписание. Руководство Бешикташа парировало, предложило виллу с видом на пролив Босфор с бассейном, и это как часть этого трехмиллионного бонуса, и вторую часть потом уже деньгами. Но он сказал, нет, мне нужны деньги здесь, сейчас, все 3 миллиона, никакая вилла мне не нужна. Это как вилла... Да, вилла должна быть гарантией, как бы вилла это по умолчанию. А вот 3 миллиона бонуса дать мне за подписание. Но в итоге Бешикташ отказался. А в Бешикташ, наверное, говорят, подписываем Манджукича, иначе виллы. Ну, типа, да. А вам... Вот скажите, я понимаю, например, трансфер Зелуиша, все понятно, хотя тут как бы есть такая со стороны болельщиков Спартака, наверное, обида и реакция, но это их проблемы. Вопрос вот какой. Зелуиш, понятно, он едет в команду, играющую в Лиге Чемпионов. Мозес едет в команду, которая играет только в Чемпионате России, но и в Кубке. И резон его в чем? В том, чтобы попасть в Лигу Чемпионов через сезон. Ну, он же уйдет тогда. Он же уйдет тогда. И он понимает, что он переходит... И деньги тоже имеют значение, и плюс невысокий налог, и он понимает, что Спартак все-таки это Спартак. Я думаю, что он историю почитал, что это клуб, который, как минимум, действительно претендует на Еврокубке и будет претендовать на Чемпионство. Ну, слушайте, да, и состав. Знаете, мне, честно говоря, ребят, так я не знаю, насколько это в тему или нет, но восхитили просто разговоры после матча Спартака и Зенита в том контексте, что посмотрите, мол, с каким составом Спартак сыграл в ничью с Зенитом. Ничего себе состав. Центральный защитник сборной России, Жиго, который, если бы не плеяда целая центральных защитников первоклассных во Франции, играл бы в сборной Франции, как мне кажется. Джордан Ларсон крал полузащитник сборной Чехии, Умяров, один из лидеров молодежной сборной, ну или один из ее потенциально сильнейших игроков, и так далее. Масименко, вратарь молодежи, классный состав из Спартака, классный. И мне кажется, футболист любой зарубежный, переезжая в команду, он в первую очередь обращает внимание, в том числе, на состав, на людей, с которыми ему играть. Потому что Мозес там никого не узнал из состава Спартака. Нет, ну все равно, ты знаешь, ты, условно говоря, заходишь в Википедию и просто смотришь, ага, игрок сборной Чехии, игрок сборной России, игрок там молодежи, то есть, ну, игрок сборной Швейшкин. Если бы Мозес так профессионально подходил к этому вопросу, было бы здорово, если бы еще смотрел... Нет, нет, ты же все равно изучаешь состав, ты же все равно изучаешь... Ну, может быть, может быть. Ты известуешься людьми, с которыми ты будешь играть. Если там днищинская команда, то, ну, я не знаю, старик, он, в принципе, нормальный по футбольному возрасте. И может еще футболисты играть. Извините, извините, Дим. Есть присказка такая, два слова, два последних слова, которые футболисты говорят во время переговоров с любым клубом. Евро чистыми. Ну, конечно, это ключевой фактор. Давайте тоже про евро отчасти. Потому что возвращение Долера Кузяева в «Зенит», честно говоря... Дим, ты сейчас выскажешься, потому что ты с Долером знаком лично, и как бы ты общался с ним лично, в отличие от нас с Львином. Я думаю, что мы не настолько... Не можем похвастаться там коротким знакомством. Но вот для меня, честно говоря, это нонсенс вообще. Это просто... Ну, как бы я вообще не понимаю этот переход. Потому что у человека заканчивается контракт. Заканчивается за несколько там... За несколько месяцев он клубу, наверное, говорит, я не хочу продлевать контракт, я хочу играть в Европе. Ему говорят, окей, вопросов нет, давай. Заканчивается контракт, он ищет, предложение есть, но в силу разных причин они не устраивают. И в последний день трансферного окна он возвращается в свою команду, которая сыграла уже треть чемпионата, которая только что сыграла со своим главным конкурентом. «Зенит» и «Спартак» идут очко в очко, в хорошем смысле этого слова. И ситуация... Вот как воспринимает команда возвращение Долера Кузяева в такой ситуации? Братан, ты тренировался там где-то сам, почему тебя вызывали в сборную? Это отдельный вопрос. Но вот ты приходишь сейчас, и с чем приходит Кузяев в «Зенит» и каково ваше отношение? Дим, давай с тебя. Ну, слушай, так, для начала, если отвечать на твой вопрос, я думаю, это не столько проблема для парней, я имею в виду футболистов «Зенита», да, которые, я думаю, вообще без проблем примут обратно Кузяева, они поржут над ним, потролят его, но точно не будет какого-то там особенного негодования, тут только надо сказать, что там конкуренция в стерео-го-го, потому что Асдоев, ну, просто железобетонный в стартовом составе, да, Бариос еще железобетонный, пришел Вендал, понятно, что Кузяев сверхуниверсальный, он там хоть справа в обороне может сыграть, но посмотрим, это уже интересно, как и куда он будет там вкручиваться, но для «Зенита», давай так, со стороны «Зенита» полный порядок, потому что это нужный для них трансфер, это нужный игрок для разнообразия, тактического, мы видели, помнишь, был эпизод, когда «Зенит» обыграл ЦСКА 4-0, да, по-моему, летом в Москве, и тогда, благодаря в том числе Кузяеву, они сыграли там практически 4, ну, не 4-3-3, но как-то так, у них такой был шарнирный середина поля, «Малкалма» освободили, и Кузяев за «Малкалма» там тоже подблевывал, везде там за ним перекусывал, все почищал и так далее, так что это нужный игрок для команды, а вот для самого Кузяева, как он с каким настроением сейчас вернется, он, конечно, парень очень такой спокойный, пахает, но это вопрос, мне очень интересно посмотреть, в каком психологическом состоянии будет. Теперь о важном, даже речь не там, о каких-то беседах, их практически не было, с Далером, там короткая переписка, мне показали кое-какие переписки, я, честно говоря, шокировал, я еще сильнее расстроился, мне показали, скажем так, какие клубы всерьез интересовались и готовы уже были обсуждать напрямую. Ну, какие, назови. Ну, локомотивы были же подписали, Кикнадзе говорил об этом. Это Наполи, это Наполи, Наполи всерьез хотел Кузяева, и все было для этого. Гатуза сам интересовался Кузяеву. Это Фортуна, Дюссельдорфская, которая вылетела, но она предлагала еще, она же вылетела, да? Да, да, да. Но она предлагала еще до вылета. То есть они уже налаживали как бы вот такой мостик, но из-за того, что она вылетела, этот вариант отпал у семейства Кузяевых. Так скажем, потому что мы знаем, что отец вел дела. Это Арминия, это очень. Ой, вы даже не представляете, насколько большая команда Интеза Бауэльфа закидывала. Оловес. Ну, писали про Оловес все время. Нет, 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 это не Оловес, брат. Ну, говори, говори, а что такое-то? Можно же, скажи. Ну, ребят, я за первую букву мы отгадаем. Просто это реально топ-клуб, европейский топ-клуб. Просто, может быть, еще я сам до сих пор до конца не верю в это. Просто я видел эту там переписку. Скажем так, один тренер мне это показал, который рекомендовал Кузяева в Европе к нему обращаться за этими рекомендациями. Ну, вот, собственно, такая ситуация. И я, как говорил, как писал там у себя в Инстаграме, так и готов это подтвердить. Мне кажется, проблема в том, что, ну, в общем-то, все должны заниматься своим делом. Есть агенты, есть родственники, и, мне кажется, роль Адьяма Кузяева здесь велика в этой истории. И, может быть, я, конечно, не советский здесь, если бы занимался этим профессиональный агент, если бы была какая-то стойкая, четкая позиция по поводу одного из клубов. Потому что, насколько я понимаю, они прыгали там с одного варианта на другой. Да, Лер как-то на это, наверное, молча смотрел, я не знаю, но, как бы, ну, не ему же заниматься переговорами там и так далее. Скоро, я говорю, каждый должен своими делами заниматься, и наверняка 100% сейчас бы Кузяев играл бы, может быть, не в самом крупном клубе, но в одной из лиг топ-5. 100%. И тут важный момент, не все было хорошо со стороны «Зенита». Насколько я понимаю, «Зенит» вообще не повышал зарплату ту, которую он изначально предложил Кузяеву еще при Мончине. Помните, когда он приезжал из Грозного? Понимаете, что это был маленький контракт? Далер не ходил, не выбивал, не намекал на это, не выбивал себе зарплату лучше. И наверняка, я думаю, держал какую-то определенную там обиду на клуб. И плюс ко всему, насколько я знаю, «Зенит» категорически не хотел и, возможно, даже что-то для этого делал, чтобы Кузяев не перешел в «Локомотив». «Зенит» очень не хотел, чтобы «Локомотив» усилился, прямой конкурент по чемпионату России усилился игроком, которого «Зенит» еще и сам себе может взять. Я несколько материалов читал на тему возможного трансфера Кузяева в Голдсарай или Бешикташ. И в Голдсарай, не знаю, опять же, были ли какие-то реальные контакты между клубами или между клубом Голдсарая, между представителем Кузяевым и отцом. Но Голдсарай очень нужно было укреплять полузащиту. И, к сожалению, это сделать не удалось. Мне было бы интересно посмотреть на Кузяев чемпионат Турции. Другое дело, что для него это все-таки не вызов. Зачем менять российский чемпионат на турецкий. Что касается отца-агента, здесь я полностью соглашусь, почти всегда, к сожалению, примеров много. Отец-агент или родственник-агент это плохо, скорее. Достаточно много неприятных, скандальных историй, в том числе с Давидом Алабой, которая приключилась буквально месяц назад, когда речь шла о продлении контракта за Баварией, когда отец обвинял клуб в том, что Хионас врет, что клуб не ценит своего игрока. Хионас отвечал, что отец-агент не ценит. Ну, в общем, и так далее. Он занимается своим делом, родственник. Ну, понятно, что он любит своего сына, но все-таки этим делом должен заниматься профессионал. Что касается ухода, возвращения, отношений игроков, я думаю, игрокам действительно плевать, какая им разница. Они, может быть, за него лично переживали в этом вопросе, куда он хотел. Они все-таки, ну, я думаю, нормальные у них отношения. А что касается продления контракта и «Зенит» не предлагал лучших условий, я думаю, что если бы не травма, которую преследовали Кузяева, и, в общем, практически потерянный сезон, может быть, были бы другие условия. В такой ситуации, наверное, и сложно было рассчитывать на повышение зарплаты. Ну, мой друг, ты не забывай, что он приходит, какой это был год Манчилин, в какой-то программе он случился, и человек едет на чемпионат мира и возвращается уже в клуб в качестве четвертьфиналиста. Я сейчас не защищаю, я просто вот думаю, как бы, да, о менеджменте. В качестве четвертьфиналиста чемпионата мира и потом уже играет в Еврокубках и так далее, третье-десятое, да, случается травма, но была же возможность наверняка продлить этот, как бы увеличить это соглашение раньше, до истечения, чтобы вообще всей этой кутерьмы, всей этой истории не было. Ну, клубу в этом вопросе, я думаю, подходил по принципу, пока есть возможность не увеличивать зарплату, мы это делать не будем. Своя права. Тут, конечно, это отдельная история про роль лимита, есть даже дети лимита, так называемые, потому что, ну, например, Евгений Чернов переходит в одну российскую команду и с другой за те же деньги, что, например, Парис Сан-Джермен берет игрока себе за 3 миллиона евро основного, как кажется, в стартовый состав. Ну, в общем, есть определенные вопросы в соответствии цены и качества. Такая игра с цифрами, надо смотреть на контракт, на сроки контракта, там, знаешь, если у Чернова, насколько я помню, там был еще полноценный, еще долгоиграющий контракт с Ростовом, то... Я не спорю с тем, что это важно, просто как бы это в том числе, мы не будем же спорить с тем, что у нас раздуты и иногда искусственно завышены цены на наших футболистов, просто так работает наш рынок. Да. Да и в принципе завышены цены везде, и, кстати, я вот посмотрел на днях список рейтинг зарплат игроков в серии А и ужаснулся, потому что, ну, то есть, понятно, много платит Ювентус, много платит Интер, там, Рома может много предложить, Милан, Наполе, а все остальные достаточно скромные зарплаты. Тот же Шамуродов, Дженова, понятно, это хорошая зарплата для него, там, полтора, да, миллиона. И я просто охренел от того, что в условном Белл-Царае Бешикташа Фенер Фенере предлагают три-четыре миллиона, я просто здесь охренел. В этом смысле, то есть, чего добивается Голл-Царае? За что такие деньги? Почему Бельханда забирает три с половиной миллиона евро? За что? Фигули. Я к тому, что Чернов за такие деньги высокая зарплата, окей, это лимитная позиция, это клуб, который собирается играть в Лиге Чемпионов, ему нужна обоима, Чернов в любом случае будет нужен, знаешь, как и Марков будет нужен. Ну, вот ничего с этим не поделаешь. Ну, такие времена, да. Спасибо вам большое, Дмитрий Шнякин, Эльвин Керимов в подкасте «Болейте за своих» про три билборда на границе трансферного акка. Константин Гинич присоединяется к подкасту «Болейте за своих». Кость, привет, спасибо, что нашел время и давай о двух историях, которые вызывают очень разные эмоции в последнее время, но очень важные. Давай начнем с темы Спартака и дело о болельщиках, о билетах, я бы так сказал, на этот матч доходит уже до суда. Что за история, что ты по этому поводу думаешь? Ну, во-первых, еще раз привет, спасибо за приглашение. Вторая история не публичная, поэтому для твоих подписчиков пусть это будет пока интригой и тайной. Что касается истории Спартака, то здесь надо все-таки быть последовательным, и Спартак просто сейчас попадает под раздачу. Я понимаю на мотивы, по которым Спартак шел, не то чтобы преступления административные, но то, что он нарушил регламент. Давай поясним, речь идет о продаже билетов больше квоты, чем разрешено, правильно? Речь идет о том, что не соблюдалась социальная дистанция, что болельщики не сидели рядом друг с другом. Вот вчера я комментировал матч в молодежных сборных России и Эстонии в Химках, вот там прямо рассадка была такая, которая бы удовлетворила абсолютно всех, даже очень строгих офицеров УЕФа, которые за этим серьезно наблюдают и все стараются блюдить, и близки. И действительно, там рассадка была в полутора, а то и в двух-трех метрах сидели болельщики друг о друге. Но там и болельщиков гораздо меньше было. Поэтому, как доказать, я не знаю, как те, кто на Спартак сейчас бросает предъяву и Роспотребнадзор, если хочет судиться с Спартаком, как они могут доказать, что было продано больше необходимой квоты, 50%. Понятно, что там при рассадке шахматной этих 50% не должно было быть, да, должно быть порядка 30% заполняемости стадиона. Потому что, если всех рассадить в шахматном порядке, получается точно не 20 тысяч с небольшим, которые допустимы были бы, ну, там чуть меньше. Поэтому я видел картинку, где у Спартака 17 тысяч реально присутствовал на трибунах, и видел картинку матча с Зенитом, ну, как картинку видел, я там на стадионе был. И действительно, ощущение полное, что, конечно, Спартак никакой квоты не соблюдал. Но другой вопрос, какая доказательная база, и как доказать будет, что это были болельщики, это были не манекены, что они по пальцам пересчитают всех в трансляции. Тогда это не предъява будет, например, на суде, да, и никак не доказательство тому, что скажут, ну, тогда пересчитайте еще раз, может быть, вы неправильно посчитали. Но я не знаю в всей юридической плоскости и вот этих юридических нюансов, что может Спартаку грозить. Я думаю, что максимум пальцем пригрозят, и Спартака делается денежным штрафом. Потому что по официальным данным на сайте РФПЛ я видел цифру 17 тысяч с небольшим. На предматчевом совещании мне сказали, ну, не мне, а нашему продюсеру, он мне это рассказал, что 17 тысяч официально 200 болельщиков Спартака, 2 тысячи из Санкт-Петербурга. Но гостевой сектор не фиксируется, поэтому вот официальная посещаемость была такая. Ну, и ложи, виплложе тоже не фиксируется. Поэтому здесь играть цифры можно как угодно. Я видел матч ЦСКА-Зенит сразу в первый постпандемический. Там при разрешенной 10-процентной квоте ощущение было, это сколько, 3 тысячи болельщиков должно было быть на веб-арене. А ощущение было, что их было 1010-12. Ну, тогда как-то, ну, так, пролеснули страницу. На Зенит-Спартак в Петербурге при возможных 6 тысячах при той квоте, которая была допустима, было полное ощущение, что болельщиков было 1015, наверное, вот на этом огромном стадионе Газпром-арена. И плюс, знаешь, и цифрами играли всегда официальными, извини, действительно такая болезненная, цифрами всегда играли во все времена. Я ездил на хоккей в Китай 3 года назад с Нобелем и Александром Шмурновым, и мы были на матче в Шанхае. Кунь-Лунь играл против Спартака. В зале, во дворце было, ну, человек, наверное, стола. Потом смотрим официальные данные, там было 2500. Ну, то есть, где-то занижают, где-то завышают. То есть, кому это надо? Ну, так есть. Понятно. Но это китайцы, у них свои правила подсчета. Поэтому по истории с Спартаком, я думаю, что юридический отдел Спартака должен сейчас максимально, так скажем, ввязаться во всю эту историю. И насколько будет доказательная база Роспотребнадзора и вот этих органов, которые Спартаку грозят судом и предъявляют претензии, ну, я прочитал, что Спартаку максимум, говорят, штраф 500 тысяч возможен. Стадион Спартаку, насколько я знаю, там не принадлежит, он вроде его арендует. Поэтому сильно накажут. Нам действительно, может быть, не очень много есть что сказать на эту тему, кроме каких-то предположений и такого удивления, которое мы, как люди, вовлеченные в эту профессию, мы так или иначе с этим сталкиваемся. Это нас немножко удивляет. Есть еще другой момент. Растет количество случаев сейчас в Москве, это по 4 тысячи уже в день, и вот когда на этом фоне увеличивают посещаемость и разрешают до 50%, и потом, например, мы видим, ну, почти забитый стадион Спартака на матче с «Зенитом», ну, как минимум, это вызывает вопросы. При этом фотографов не пускают за вороты, не пускают в чистую зону, руководствуясь как раз правилами безопасности. То есть народ можно пускать на трибуны, и вы не паритесь по этому поводу, а фотографов при соблюдении всех регламентов нет. Ну, в общем, это вызывает вопросы. Это вызывает вопросы, конечно, и тоже удивительно, что при том, что надвигается вторая волна, где-то снова закрываются границы, УЕФА разрешает, например, 30% посещаемости на стадионах, на международных матчах, на сборных, на Еврокубках. Вот я прочитал вчера новость издания Марка Испанского, что правительство Испании категорически против, и домашние матчи испанские команды будут играть без зрителей. То есть здесь пожелание УЕФА вернуть болельщик на стадионе, оно приветствуется, но все отдано местным властям. И когда разрешалась квота 50% по Москве, все-таки количество заболевших было в разы меньше, чем сейчас. Я допускаю, и мне кажется, это вполне реально, снова квоту сократят до 10%. Ложи, ВИП-ложи снова, так скажем, не вписываются в общую посещаемость. Может быть, снова отменят гостевые сектора, и до конца сезона, вот до конца этого декабрьского отрезка, я не исключаю, что количество зрителей на трибунах сократится. Ну, мы уникальная страна, потому что мы в пятерке лидеров по коронавирусу в мире, но при этом у нас зрители на трибунах в том числе в таком количестве. Ну, а международная тема и тема национальных сборных у нас грузинская сегодня, с грузинским акцентом. Зураб Читая, мой хороший товарищ, ресторатор и футбольный журналист-любитель присоединяется к подкасту «Болеть за своих». Зураб Гамарджоба Рогу Раха. Матлаба Гамарджоба, Миша, привет, рад очень тебя видеть. Скажи, пожалуйста, что это было за событие для Грузии попадание в финал вот этой квалификации победы над Белоруссией в полуфинале? Ну, это же просто самое большое на данный момент событие, самый большой шанс в истории Грузии все-таки чемпионат Европы, попасть на чемпионат Европы. Вспомни приблизительно какого масштаба было событие, когда Латвия туда попала. А теперь представь себе, что куда более футбольная страна Грузии, куда более эмоциональная. Ну, конечно, дурдом полный. Конечно, все дрожат от предвкушения, восхищения и так далее. Как это было в Тбилиси и не только в Тбилиси? Что это были за гуляния? Потому что, ну, нам-то есть чем сравнивать. Мы, например, помним, там, 2008-й или 2018-й год. Как гуляют грузины по футбольным поводам? Ну, гуляют примерно так же. Может быть, немножечко отвыкли от футбола высокого уровня, то есть какие-то там отдельные всплески случаев. То Суперкубок у нас был, то сборная, может быть, там сыграет с какой-нибудь Германией, Испанией. Но, в целом, довольно давно уже в Грузии не видели хорошего футбола. Ну, трудно назвать действительно хорошим футболом, потому что играет, к сожалению, но большого футбола и шанса на большой турнир. Поэтому, конечно, все максимально, насколько это в этих условиях возможно, максимально были возбуждены, смотрели везде, все соцсети бурлили, собирались люди стихийно. Довольно забавная была у нас история по самому масштабному просмотру этого матча. У нас все запрещено, на стадион болельщиков не пустили. Вот. Но как мы выходили из положения? На открытых пространствах, у меня, в частности, один из баров, довольно большой, там довольно большая открытая территория, мы там поставили большой экран, собрались вместе с белорусской, кстати, диаспорой, смотрели вместе. Вот. А возле стадиона «Динамо» в парке, одна из прогрессивных партий, у нас выборы просто скоро, буквально через две небольшие недели, и самая такая прогрессивная партия, самая якая либертарианская партия герчи грузинская, которая знаменитая, в частности, тем, что они пролоббировали, продавили грузинский легалайс, ну, это не совсем легалайс, это декриминализация наркотиков, вот. Ну, и, в числе прочего, они инициативами самыми неожиданными отличаются, и вот, они воспользовались дырой в новом законе, точнее, в новых запретах на массовые собрания, запреты довольно по-дурацки составлены, там есть лазейки, вот они воспользовались лазейкой, одно из лазейок, это то, что, несмотря на то, что запрещены массовые собрания, но они разрешены в предвыборных целях, то есть, понятно, что власть оставляет себе, то есть, нам запретили собираться на день рождения, например, но при этом, если это предвыборный концерт, мероприятие, агитационное какое-то что-то, сборище, то пожалуйста, ну вот и, собственно говоря, мой тезка Зура Джапаридзе, лидер партии Гирчи, он в парке возле стадиона Динамо объявил о том, что он предвыборное мероприятие проведет, и мероприятие заключается в просмотре футбольного матча Грузия-Беларусь, и это было довольно массово, это было возле стадиона, там встречали с фаерами, толпы, встречали, провожали, команду, даже команды, можно сказать, потому что очень тепло белорусов приветствовали, я бы даже сказал, теплее, чем сами белорусы, у нас все-таки есть белорусская диаспора, белорусские экспаты, которые довольно активны в последнее время проводят акции солидарности со своими друзьями, коллегами на родине и так далее, и так далее, ну, совместно с грузинскими друзьями тоже, и, конечно, были они, многие из них вообще болели за Грузию, но это связано с тем, что, ну, может быть, я привилючу, когда говорю, многие, но многие из них были недовольны тем, что сборная Беларуси приехала не в полном и не в оптимальном составе, то есть приехали только либо лояльные, либо молчаливые по отношению к власти люди, и кого-то не привезли, и этим, конечно, белорусы были очень недовольны. Вот как по-разному, да, политика влияет, я поймал себя на мысль, что, наконец-то, влияние политики на, то есть, использование политикой спорта наконец-то происходит так, как и надо, так, как и должно быть, но, по крайней мере, в хорошем смысле этого слова. Зураб, насколько тебе кажется возможным в ноябре новый виток народных гуляний, потому что игра с Македонией за право сыграть на Евро, насколько Грузия фаворит? Грузия фаворит самую малость, не надо преувеличивать силу сборной Грузии, этой силы просто нет на самом деле, есть какой-то набор молодых талантов, ни одного игрока европейского или мирового уровня, собственно, у нас есть какие-то восходящие звездочки, которые еще непонятно взойдут или нет окончательно, у нас совсем только что недавно, в общем, еще не состарилось поколение ребят, которые также считались очень талантливыми, да, это там и Ананидзе, и Рабидзе, Мшедлидзе, ребята, Чантуре, люди, которые вроде как с какими-то вводными данными, ярким талантом, но не добились ничего и до своего 30-летия уже поехали с ярмарки. Что будет с нынешним умеренно талантливым поколением, тоже пока не ясно, фаворитами мы будем, потому что мы играем дома, что тоже несколько спорно, потому что все возмущались после матча с Белоруссией, что нужно расстрелять, повесить агрономов стадиона на Динамо, довольно странная история, обычно на Динамо всегда хороший газон, он был очень тяжелым, вязким, скользким, хотя погода была абсолютно идеальная, люди там измучились к 70-й минуте, уже языки на плечо повесили, постоянно спотыкались, поскальзивались, падали и так далее, но, конечно, все равно дома стены пустые, стены пустого стадиона, все равно карты должны помогать, по крайней мере, грузинским футболистам будет чуть комфортнее, чем Македонский даже на этом пустом стадионе, вот, и а гуляния будут, если мы выиграем, я не знаю уж как-то, пройдет ли подмелье до весны, надеется. Давай попробуем, тебе есть с чем сравнивать, вот ты говоришь о том, что эта сборная, ну, умеренно, талантливая, я понимаю, что ты не хочешь бежать впереди паровоза, и понятно, что желание попасть на евро огромное, но, немножко странно, но грузины должны трезво оценивать, в том числе, и свои собственные шансы, насколько, по-твоему, вот если говорить о самой сильной сборной Грузии в истории, какое место заняла бы нынешняя команда? Ой, она, об этом, наверное, правильно будет судить все-таки через годик-два, да, опять же, потому что ребята очень молодые, да, и тот же Хвичик Варасхеля, которого вы знаете хорошо, да, еще несколько ребят, которые сейчас играют в лигах среднего уровня, ну, пусть растят меня болельщики чемпионатов Польши, Австрии, Турции, Греции, России, да, тем более Казахстана или Кипра, да, но, а, ну, есть пара человек в Испании, там, во вторых лигах во Франции, но, но ничего, ничего серьезного и большого, и все как бы на подъеме, который, вот еще, как я вам сказал, должен еще состояться этот подъем, поэтому реально, как бы, ранжировать эту сбору, конечно же, она ни в какое сравнение не идет со сборной даже времен Асатьяни, Демитратзе, Кобиашвили, и говоря уже о сборной сразу постсоветской, да, с братьями Арвеладзе, с Тимурикой, с людьми, которые играли в серьезных клубах, в серьезных чемпионатах, и были, ну, если не, некоторые из них были, если не звездами, то почти звездами европейского футбола, здесь ничего подобного пока нет, вот где-то на третьих, наверное, позициях, вот где-то с этих третьих позиций стартует эта молодая сборная, мы ее, поверь, мы ее не переоцениваем, опять же, потому что, ну, опять же, для того, чтобы вам там, в Москве, в России было более понятно, наверное, на данный момент, не считая Чаквитадзе, которого резко назад отбросили травмы, который играет за гент, и там пол-европы его хотела, да, вплоть до Баварии, еще год назад, а сейчас у нас, наверное, главная восходящая звездочка, это Хыч Кваранцкель, вы его прекрасно знаете, вот тут отталкиваетесь от того, что это сейчас лучший игрок в городе. Ну, далеко, далеко не самый, не самый слабый, в России он производит довольно много эффекта, хочется теперь, чтобы и результат приносил. Зураб, я желаю Грузии попасть на евро, я очень, честно говоря, жду этого события, надеюсь на него, это будет, конечно, большой праздник, надеюсь, нам удастся его совместно ответить. Зураб, читай, в подкасте болейте за своих, Дидим Адлуба, нах вам десу. Мир, спасибо, Миша. Спасибо тебе огромное, спасибо. Грузия, вперед. Таким получился этот выпуск подкаста «Болейте за своих», спасибо вам большое, что вы остаетесь с нами, смотрите нас в Ютубе и слушайте на основных подкастовых площадках, не забывайте оставлять ваши отзывы и комментарии. Ну, а сегодняшняя главная тема, это, конечно, возвращение Зелуиша Далера Кузяева и приход Мозеса, напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу, подискутируем в течение недели, до следующей серии, счастливо, пока, болейте за своих.